Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» с вами Мария Лапчева. Вначале коротко расскажу о главных темах последних семи дней. 18 марта – этот день в истории, как проходили главные выборы страны в городском округе, не обошлось и без происшествий. 24 марта закрыли три станции фиолетовой ветки метро. Все подробности скоро. Немного криминала. В Люберцах задержали подозреваемых в разбойных нападениях. Это вам не игрушки. Что-то лит за кулиси театра «Радуга». Все будет окей. Самое популярное слово в мире празднует день рождения. А вы счастливы? Наш корреспондент задал люберчанам непростой вопрос. Что на это ответили жители округа? И начнем вот с чего. Жители городского округа Люберцы показали высокую явку на выборах президента Российской Федерации. Свою гражданскую позицию выразили более 67% избирателей. На протяжении всего дня на избирательных участках работали наши съемочные группы. С каким настроением люберчане выбирали главу государства? И какие надежды они возлагают на него? Узнаете прямо сейчас. Ровно 8.00 в городском округе Люберцы открылось 165 избирательных участков. Уже с первых минут голосования жители муниципалитета показали высокую активность и заинтересованность в выборах главы государства. Значение огромное для меня. Это спокойная старость и счастливое детство моих внуков и правнуков, моих детей. Мы голосуем за будущее страны, а соответственно будущее нас с вами. Поэтому каждый человек должен проявлять активную позицию, я считаю, в этом вопросе. Совершенно, абсолютно согласна с мужем. Одним из первых на свой избирательный участок прибыл глава городского округа Люберцы Владимир Ужецкий. Он дал высокую оценку работе участковой комиссии, а также отметил, что в процессе голосования активно участвует молодежь. Высшим должностным лицом в государстве российском есть президент, президентская власть. Мы сегодня избираем президента. Люди понимают всю ответственность. От этого здесь перспектива как страны, так и каждого в отдельности. В этот день голосовали многие представители власти. Наряду с люберчанами свою гражданскую позицию выразили депутат Государственной думы Лидия Антонова, а также народные избранники Подмосковья Дмитрий Дениско и Игорь Каханный. Также среди избирателей можно было встретить местных депутатов. Традиционно не остались в стороне общественные деятели и известные жители округа. Меня вот папа еще маленьким мальчиком водил на выборы, еще в советское время. И для меня это всегда было праздником. И осталось до сих пор вот это чувство важности события. Как всегда, за работой избирательных комиссий следили наблюдатели. Но на этот раз ими могли стать не только партийные лица, но и представители общественной палаты. Вообще эти выборы отличились рядом новшеств. Впервые за всю историю современной России избиратели могли проголосовать по месту пребывания без открепительных талонов. Процедура голосования проходит очень хорошо, потому что народ идет выбирать президента. Активно очень идет. Надеемся, что и дальше так же будет продолжаться, что явка не снизится. Замечательный день, хорошая погода, люди идут с удовольствием. Люди приходят с хорошим настроением, приходят с целыми семьями, с детьми. Это радует, приятно. Историческим этот день стал и для телеканала ЛРТ. Впервые ход президентских выборов транслировался в прямом эфире. Наша корреспондентка Мария Лапачева прямо сейчас находится в территориальной избирательной комиссии округа. Мария, передаю вам слово, что у вас там происходит. Наталья, здравствуйте. Да, действительно, мы по-прежнему находимся в администрации. Продолжаем следить за самыми актуальными событиями. 18 марта в эфир телеканала ЛРТ вышло 8 спецвыпусков. День, когда решается судьба страны. День, который войдет в историю. Все избирательные участки начали свою работу ровно с 8 утра. Сразу три избирательных участка расположились в гуманитарно-социальном институте в Красково. Как мы видим, здесь установлены кабины для тайного голосования, прозрачные урны для бюллетеней, а также стенды с информацией о кандидатах на пост главы государства. Все избирательные участки закрылись ровно в 20.00. К этому же времени завершился обход жителей, которые голосуют на дому. Всего участие в выборах приняли порядка 154 тысяч жителей городского округа Люберцы. После общего подсчета бюллетеней стало известно, что подавляющее большинство голосов было отдано в пользу действующего президента России Владимира Путина. Луиза Игязырян и вся команда телеканала ЛРТ. Ну и в продолжении темы. Без нарушений не обошлось. Территориальный избирком аннулировал итоги выборов на избирательном участке номер 1480 в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособл избиркома. Напомним, 18 марта камеры зафиксировали вброс неустановленных документов. На месте событий находилась и наша съемочная группа. Все подробности прямо сейчас. По предварительным данным в Люберецкой гимназии номер 5 в день президентских выборов произошел вброс в урны для голосования неустановленных документов. Вступила информация на карту нарушения голос и на карту нарушения номер 24, что на участке 1479 в 9 часов утра произошел вброс бюллетеней. Было опубликовано видео. С этой информацией ознакомилась мониторинговая группа. Нами было принято немедленное решение выезда на данное место. Так оказалось, что это происходило на территории гимназии номер 5, но с участком Ростелеком напутал. Данный факт происходил на участке 1480. Урну, в которую, судя по видео, был совершен вброс, опечатали так, чтобы голосование не прерывалось, поставили новую урну. Данный факт будет находиться на контроле. И для усиления контроля за этим участком, нами принято решение направить сюда, на этот участок, представителя наблюдения от Общественной Палаты Российской Федерации, которая будет следить за ходом голосования на данном избирательном участке и доложит нам о результатах, как будет осуществляться здесь подсчет голосов и как будут развиваться события на этом участке. Квалификацию этому нарушению или правонарушению административное или уголовное будут давать сотрудники правоохранительных органов. Решение по данной ситуации будет приниматься уже на основании решения суда. Имея достаточное основание полагать, что, возможно, имело место нарушение воли изъявления граждан, участковая избирательная комиссия проголосовала за отстранение двух своих членов от работы на сегодняшний день. При подведении итогов вечером после 8 часов закрытия данной участковой избирательной комиссии на подсчет голосов избирателей будет принято соответствующее процессуальное правовое решение. В настоящее время правоохранительные органы Люберецкого района отрабатывают версию возможного фасификации итогового голосования. Отметим, что голосование на этом избирательном участке не прерывалось и шло в штатном режиме. Наталья Григорьева, Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. 24 марта закрыли три станции фиолетовой ветки метро. Работу котельников Желебина и Лермонтовского проспекта приостановили в связи со строительством Кожуховской линии столичной подземки. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 31 марта в субботу в полшестого утра. Период с 24 по 31 марта поезда на Таганско-Краснопресенской линии будут курсировать от станции Планерная до Выхина и в обратном направлении. На время закрытия участка фиолетовой ветки Мосгортранс запустит компенсационные автобусы. Они довезут пассажиров до Выхина, Кузьмина, Клирмонтовского проспекта, Жулебина и Котельники. На регулярные маршруты, которые проходят в районе закрытых станций метро, выйдут более 30 дополнительных автобусов. Пригородные и междугородние автобусы областных перевозчиков тоже скорректируют свой путь. Маршруты будут перевозить пассажиров не до станции Котельники, а до Кузьминок. Кроме того, автовладельцам необходимо обратить внимание на то, что для максимально быстрого проезда наземного транспорта в районе закрытых станций изменится и схема организации дорожного движения. Стоит отметить, что для разгрузки метро с 24 по 30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию Выхина без остановки. Поэтому центральная пригородная пассажирская компания обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении туда или туда-обратно от станции Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станции Вишники, Плющева, Перова, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская и Казанский вокзал. Пассажиры могут получить разовый бесплатный проездной документ в пригородных кассах указанных станций. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 31 марта в субботу в 5.30 утра. Анна Троян, телеканал ЛРТ. 26 марта стартует прием заявок на соискание премии «Наше Подмосковье-2018». До 31 мая включительно члены комиссии примут на рассмотрение социально значимые проекты уже сделанных или только планируемых добрых дел. Об этом сообщает портал «Реама» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Общий размер призового фонда премии в этом году составит 180 миллионов рублей. Члены жюри отберут 2018 победителей. Ключевыми особенностями конкурса на этот раз станут в том числе и специальные премии для волонтеров в каждой из номинаций. Напомним, премия «Наше Подмосковье» – это акция по поддержке общественных организаций и инициативных групп, делающих добрые дела на территории Московской области. Впервые конкурс состоялся в 2013 году. За пять лет в премии приняли участие более 150 тысяч человек. 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию до 500 тысяч рублей. В 2017 году лауреатами конкурса стали 1818 человек. Из них 63 – люберчане. Прием заявок на премию «Наше Подмосковье» продлится до 31 мая. Анна Троян, телеканал ЛРТ. К другим новостям. В городском округе почтут память святых новомучеников Люберецких. Архиерейское богослужение пройдет в Преображенском храме. Все подробности этого события смотрите в нашем следующем сюжете. В воскресенье 25 марта будет 80 лет со дня кончины трех новомучеников Люберецких – Константина Соколова, Петра Маркова и Иоанна Попова. В честь этого дня в храме Преображения Господня пройдет архиерейская служба, на которую ожидают митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. 25 марта – это день смерти священномученика Константина Соколова, который служил в Преображенском храме, к сожалению, разрушенном в 1936 году. Но Преображенский храм, в котором мы ожидаем архиерейское богослужение 25 марта – это преемник храма Преображения Господня в Люберцах. Так, на месте взорванного в Люберцах Преображенского храма в 2017 году была установлена стела в память о священномучениках Александре Виноградове и Константине Соколове. И великим постом, особенно такое соборное богослужение архиерейское, оно для всех нас является очень большим утешением и духовной поддержкой. Будем вместе молиться священномученикам и исповедникам Люберецким. Также в этот день с участием владыки Ювеналия в Машково в 8 утра произойдет закладка камня храмового комплекса в честь священномученика Георгия Победоносца. После чего священнослужители приглашают всех на соборную молитву, которая пройдет в храме Преображения Господня в Люберцах в 9 утра. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа Люберцы прошел межрегиональный семинар совещания «День труда». Он приурочен ко Всемирному дню охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля. В мероприятии приняли участие представители Министерства социального развития Московской области, сотрудники МЧС, а также специалисты Роспотребнадзора. Они поговорили о мерах безопасности на работе и о профилактике несчастных случаев на производстве. В 2017 году уровень производственного травматизма в Люберцах снизился на 33% по сравнению с 2013 годом, но остается на одном уровне с 2016. Несмотря на положительную тенденцию, несчастные случаи на работе со смертельным исходом по-прежнему имеют место быть. В среднем в городском округе ежегодно на рабочих местах погибают до трех человек, и один из них, как правило, является сотрудником строительной организации. В 2017 году на производстве произошел также один смертельный случай, при котором погиб арматурщик, упал с высоты 17 метров, находясь в опасной зоне без страховочных средств. Стаж всего лишь 21 день. Не обучен, не прошел медицинский осмотр. Организация прекратила деятельность на территории округа. Количество пострадавших работников со стажем до одного года остается по-прежнему высоким. 75% несчастных случаев произошло с неопытными специалистами. По словам экспертов, их можно было бы избежать при элементарном соблюдении безопасности. Также в ходе семинара совещания в проделанной работе отчитали сотрудники территориального отдела надзорной деятельности. В 2017 году проведено 67 внеплановых проверок. Количество плановых проверок было снижено в несколько раз в связи с объявленными так называемыми надзорными каникулами. В неплановых проверках проведено 225 в отношении предприятий и организаций. Во время этих проверок выявлено 979 нарушений противопожарной безопасности. Сотрудники отдела надзорной деятельности возбудили 266 административных дел. Из них 71 в отношении юридических лиц, 169 в отношении должностных лиц и 26 в отношении граждан. В ЛГЖТ отметили профессиональный праздник – День работников жилищно-коммунального хозяйства. Поздравить сотрудников управляющей компании пришли депутаты Московской областной думы Дмитрий Дениско и Игорь Каханы, а также представители администрации округа, общественники и народные избранники. В самой крупной управляющей компании «Люберец» трудится 700 человек. Ежедневно каждый сотрудник ЛГЖТ вносит свою лепту в создание комфорта для жителей городского округа. Здесь проценту 70, всю свою сознательную жизнь отдали нашему общему празднику, нашему общему делу. Говорят неблагодарные, говорят тяжелые, все правда. Но мы-то знаем, что мы делаем, мы знаем, чего мы добиваемся. День работника ЖКХ отмечается в России каждое третье воскресенье марта. В этом году праздник выпал на 18 число. Поздравить коллективы руководства ЛГЖТ с профессиональным днем пришли почетные гости. По традиции лучших сотрудников управляющей компании наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от Московской областной думы, госжилыспекции Подмосковья и местного совета депутатов. Кроме того, два человека удостоились знака отличия главы городского округа Люберцы. Луиза Егязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. И мы продолжаем. Расходная часть бюджета городского округа увеличилась почти на 400 миллионов рублей. Большую часть этой суммы решили направить на финансирование сферы ЖКХ, благоустройства и объектов дорожной инфраструктуры муниципалитета. Такое решение приняли на заседании Совета депутатов Люберец, которое состоялось накануне. Анна Троян знает подробности. В начале встречи первый заместитель главы администрации Ирина Назарева поблагодарила весь депутатский корпус за работу, которую они проделали в ходе выборов президента Российской Федерации. Так, как вы отработали с активом, как вы отработали на встречах, это стоит дорогого. Вот сегодня те выборы, которые прошли, показали, что в городском округе Люберцы есть единая команда депутатов. Сергей Николаевич, огромное спасибо. И результаты у нас, соответственно, на уровне федеральных. 67% явка, 76,6% за Владимира Владимировича. Далее заседание продолжилось по повестке. Один из основных вопросов – внесение изменений в бюджет Люберец на 2018-й и на плановый период 2019-го и 2020-го годов. Так, за счет увеличения казны округа увеличатся и расходы на 378 миллионов рублей. Большая часть этой суммы пойдет на отраты в сфере ЖКХ, благоустройства и объектов дорожной инфраструктуры округа. Раздел образования увеличивается на 30 миллионов рублей. Это установка спортивных площадок в трех школах округа. Раздел культура. Финансирование увеличивается на 24 миллиона 345 тысяч рублей. Также на 12 миллионов увеличивается раздел финансирования спорта. По этому разделу у нас будет отрабатываться проектно-сметная документация на ремонт стадиона «Торпеда». Проводятся ремонтные работы в школе Олимпийского резерва. Также в ходе встречи народные избранники заслушали доклады об утверждении промежуточного баланса администрации городских поселений Краскова и Таймилина. А также поддержали отмену отдельных решений Совета депутатов Люберецкого муниципального района. А теперь немного криминала. Подозреваемых в разбойных нападениях задержали в Люберцах. Напомню, двое мужчин незаконно проникли в подсобное помещение аптеки на улице Инициативная, где похитили из кассового аппарата деньги. После этого они связали веревкой руки фармацевту, сорвали с нее золотые украшения и скрылись с места преступления. Об этом сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Подозреваемых в преступлении мужчин 25 и 28 лет задержали по месту их проживания в деревне Марусино. Обнаружить их удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудникам уголовного розыска они пояснили, что похищенные ювелирные украшения продали на местном рынке, а вырученные деньги потратили на личные нужды. Кроме того, Люберецкими сотрудниками правопорядка установлено, что один из задержанных уже совершал аналогичное преступление в той же самой аптеке. Он находился в федеральном розыске за кражу. По данным фактам, следственным управлением Люберецкой полиции возбуждены уголовные дела по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Анна Троян, телеканал ЛРТ. К другим темам. Конкурс «Мы за безопасную дорогу» проходит на территории Московской области на протяжении многих лет. Каждый год одним из самых активных участников творческого состязания выступает городской округ Люберцы. На этот раз свои работы на суд экспертного жюри выставили 225 детей из 38 образовательных учреждений. Конкурс «Мы за безопасную дорогу» проходит на территории Московской области на протяжении многих лет. Каждый год одним из самых активных участников творческого состязания выступает городской округ Люберцы. На этот раз свои работы на суд экспертного жюри выставили 225 детей из 38 образовательных учреждений. Прежде всего комиссия обращала внимание не только на яркость и оригинальность исполнения, но еще и оценивалась правильность с точки зрения безопасности дорожного движения. То есть вплоть до применения правильных сигналов светофора на рисунке. Это тоже очень важно. Из такого большого количества работ пришлось выбрать самые лучшие. В результате 30 ребят получили награды за первое, второе или третье место. Конкурс проходил в двух возрастных категориях. Ребята готовили работу по видеоролику, радиоролику. Были подготовлены презентации, были подготовлены рисунки, какие бы они хотели видеть на своей одежде, например, светоотражатели. То есть это достаточно творческая и емкая работа, которая, как нам уже стало известно, в которую погружались не только сами ребята, но и целыми коллективами, даже семейными коллективами, что очень важно для нас в нашей работе. Работы, которые заняли первые места, прошли на областной этап конкурса. Его результаты будут известны в конце мая. Луизия Гязарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Инженерная школа номер 6 стала победителем областного конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области в 2018 году. Теперь учебное заведение получит грант в размере 1 миллиона рублей. Всего в областном конкурсе приняли участие 248 образовательных учреждений. Инженерная школа номер 6 города Люберцы стала победителем по направлению реализации инновационных образовательных проектов в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, направленных на расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ, в том числе по робототехнике. По словам руководства школы, денежные средства направят на дальнейшее совершенствование образовательного процесса, а именно на закупку нового оборудования для классов технологии. В Центральной детской библиотеке «Бригантина» работают клубы по интересам. Маленьких жителей округа обучают рисованию, развитию речи, театральному искусству и многим другим творческим направлениям. На днях наша съемочная группа побывала на занятии по авиамоделированию. О том, как люберецкие дети создают своими руками макеты летательных аппаратов, наш следующий сюжет. На протяжении 11 лет бывший подполковник Сергей Карпович проводит занятия по авиамоделированию. Он учит самых маленьких детей правильно рассчитывать форму и размеры каждой детали летательного аппарата. В процессе работы ребята осваивают сразу несколько школьных предметов. Сталкиваемся и с черчением, и с элементарными расчетами. Значит, резать пенопласт, строгать дерево, клеить, рисовать. Вот простейшая вещь, вроде бы правильная звездочка. Ее тоже надо, оказывается, знать какие-то элементарные понятия о геометрии. Но это все в жизни, естественно, все пригодится. Параллельно с точными математическими расчетами во время занятий с детьми проводится большая патриотическая работа. С большим опытом летным и бывший афганец. И поэтому ему есть чем поделиться с детьми еще и в этом смысле. Он им историю авиации рассказывает, вплоть до своей практики, на своем опыте. Этот макет грузового военного плана разделали две ученицы Сергея Петровича. Работы его воспитанников, участники различных всероссийских конкурсов. В ближайшее время их разместят в музее, созданном общественной организацией «Дети войны память». У нас есть принцип и девиз «Без лени и без скуки иметь при светлой голове мастеровые руки». Ну а теперь к новостям искусства. Вдохновение 2018 под таким названием в Люберецком краеведческом музее открылась традиционная весенняя выставка. В ней представлены почти 500 картин. Все они написаны школьниками из 30 образовательных учреждений округа. «Эту картину нарисовал мой сын. Он ее закончил совсем недавно, долго над ней работал. Что это? Расскажите. Праздничное гуляние, купальская ночь, я так понимаю». Эту и несколько других картин написал сын Натальи Евдокимовой. Сегодня мама талантливого Ярослава пришла посмотреть на творение своего ребенка. Всего выставка «Вдохновение» собрала почти 500 работ от 338 люберецких школьников. В финал вышли картины из 30 образовательных учреждений. Возраст участников от 7 до 18 лет. «Конкурс проходил в несколько этапов. Первый этап отборочный на базе образовательного организации. Лучшие работы были представлены на отборочный тур во дворец детского и юношеского творчества. И здесь находятся работы тех победителей, которые прошли отборочный тур». Художественное творчество юных талантов члены жюри оценят по четырем номинациям. «Человек», «Сознание», «Планета» и «Будущее». Это пейзажи, абстрактные картины, натюрморты и портреты. Сложно поверить, но способности к рисованию имеет каждый ребенок. Главное – вызвать к этому интерес. «Изостудия» – это коллектив. И педагог является организатором этого коллектива. Если будет сотворчеством педагога и родителей, а также детей, то появляется интерес у каждого ребенка. Развивает интеллект. Интеллект находится на кончиках пальцев. Самое главное – ребенка научить не смотреть кругом, а видеть. Увидеть работы юных талантов можно до 5 апреля в Краевеческом музее. Победителей конкурса определят не только в номинациях, но и в нескольких возрастных категориях. Именно лучших объявят в день закрытия выставки. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Концерт «Весенние мотивы» в библиотеке Краскова провела школа искусств «Гармония». Произведения современных и классических композиторов исполняли как самые юные, так и уже взрослые ученики школы. Ну а зрители смогли насладиться игрой ребят на разных музыкальных инструментах. Такие концерты «Гармония» проводит не в первый раз. Каждый месяц они выступают в учреждениях культуры нашего округа. На этот раз местом проведения стала библиотека в Краскове. Выступающим здесь было от 5 до 14 лет. Например, Рада Каюмова сейчас обучается в первом классе музыкальной школы по классу фортепиано. На концерте «Весенние мотивы». Она исполняла уже достаточно серьезные произведения. Сегодня на концерте я играла в солдатский марш. Мне кажется, пианино – это самый легкий и красивый инструмент. Самым главным зрителем Рады на этом концерте была, конечно же, мама Анна. В детстве она сама получила музыкальное образование. И вопроса, куда дать ребенка на дополнительное образование, перед ней не стояло. Я сама все детство проходила в музыкальную школу и считаю, что девочка без музыки – это что цветок без запаха. Поэтому у меня три дочки и все дочки, трое, обязательно пройдут через музыкальную школу. Музыкальное образование, по словам ученых, неотъемлемая часть правильного развития ребенка. Этого же мнения придерживается и преподаватель школы искусств «Гармония». Есть такое наблюдение даже ученых, что музыканты, дети, которые учатся в музыкальной школе, они учатся лучше и в общеобразовательной школе. То есть у них результаты повышаются. Я бы, например, сравнила нашу музыку с математикой. Мы считаем, мы высчитываем, и все длительности ноты нужно высчитывать, складывать, делить, умножать. Так, на концерте весенние мотивы. Ученики школы искусств исполняли произведения на разных музыкальных инструментах. Домри, гитаре, аккордеоне и, конечно, пианино. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. В рамках областного фестиваля «Юные таланты Москвы» во Дворце детского и юношеского творчества прошел муниципальный этап конкурса «Театров моды. Подиум-2018». Школьницы городского округа показали авторские коллекции одежды. За модным показом следила и наша съемочная группа. Выходу участниц этого конкурса на сцену предшествовала большая работа. Помимо создания одежды и разработки дизайна, важно правильно преподнести свою коллекцию зрителям и членам жюри. В муниципальном этапе конкурса «Театров моды» выступили коллективы из четырех общеобразовательных учреждений. Гимназия номер 16, четвертый лицей, а также десятая и пятьдесят третья школы. Это уже второй опыт участия городского округа «Люберцы» в подобном показе мод. Наши дети приобщаются к прекрасному, чувствуют ритм. Во-первых, костюмы они делают своими руками. Это не просто откуда-то взятая именно коллекция, а они учатся шить. Выступление каждого коллектива стало особенным, но по правилам победителем может стать только один. Первое место присуждается Театру моды «Надежда» МОУСОЖ номер 53, руководитель Титюлина Надежда Ивановна. К этому показу победительницы готовились около четырех месяцев. Благодаря упорству каждой девушки и постоянной работе над собой им удалось занять лидирующее место. Конечно, это все-таки тяжело, волнение, боюсь, что сделаешь не тот шаг, опустишь плечи, но все-таки все получается. Теперь девушкам предстоит отстаивать честь «Люберец» на областном этапе конкурса. Он состоится 14 апреля в городском округе Ивантеевка. Луиза Игязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. 21 марта в мире отмечали День кукольника. По этому поводу наша съемочная группа побывала в гостях у Томилинского театра «Кукол Радуга». Оказалось, этот вид искусства совсем не так прост, как может показаться на первый взгляд. Каково это во время спектакля оставаться за ширмой и вкладывать душу в персонажей? Анна Троян продолжит. Ребята, давайте жить дружно! Никого не обижать и уметь других прощать. Жить дружно люберецких ребят учит спектакль «Наш любимый Леопольд». В Томилинском театре «Кукол Радуга» постановка идет уже 7 лет, но по-прежнему захватывает зрителей. Оживляют персонажей семь артистов. Порой в одном спектакле им приходится использовать сразу несколько кукол. За ширмой царит творческая атмосфера и строгое распределение обязанностей. Ведь за фонограмму и декорации тоже отвечают актеры. Но все эти труды – ничто, говорят кукольники, по сравнению с тем, какую отдачу от зрителей они получают во время постановки. Надо, наверное, прочувствовать персонаж, характер его, да, и уже подстраиваться. Сама-то, может быть, я и не шипокляпок, и не бабъяга, знаете, а приходится. В этом театре я уже 10 лет. Ну и этот театр для меня – это моя жизнь. Вообще, каждый из 17 спектаклей театра через призму героев призван чему-либо научить молодое поколение. В основу сценариев легли не только всеми любимые советские сказки, но и выдержки из Библии. Такие постановки в Томилинском театре идут в православные праздники. У нас спектаклей больше, чем в любом другом театре кукол. Театр репертуарный, то есть мы еженедельно, каждую неделю показываем один из своих спектаклей. Вот на протяжении всех этих лет, а их 17, наша задача – заинтересовать ребенка, чтобы через его интерес рассказать ему что-то очень важное и нужно ему в будущем. За эти годы театр «Кукол Радуга» воспитал не одно поколение юных зрителей. Руководят им заслуженные театралы – Владимир и Любовь Алеевы. В работе с куклами супружеская пара отдает себя полностью. Любовь Алексеевна, к примеру, кроме написания сценариев спектаклей, на телеканале ЛРТ ведет программу «Бабушка-любавушка», которую так любят юные зрители. Чудо совершить! Что это такое-то, на голову мне тут свалилось? Так, кажется, это шишки вообще. А все началось с малого – семь кукол и один спектакль. «Теремок» и сегодня – одно из самых любимых зрителями представлений. Сейчас же учреждение культуры насчитывает более 150 персонажей. Многочисленные международные награды и признания зрителей. Куклу надо любить. Если ты любишь куклу, кукла полюбит тебя. И когда она появляется над ширмой, сразу видно – это кукла живая. Актеров не видно. Но они всю реакцию видят, слышат и понимают. И вот тот поток, вот этой положительной энергии, такой огромный из зала идет. В театре «Кукол Радуга» подрастающее поколение не только учится правильным жизненным устоям, но и привыкает к социуму, приобщается к культуре с детства. И учится понимать, что куклы – это не всегда игрушки. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Ну и продолжая тему праздников. 21 марта отмечался еще один – День поэзии. Его учредила ЮНЕСКО в 1999 году. И несмотря на время, праздник остается одним из самых популярных. Наш корреспондент Мария Антонова в этот день встретилась с представителем литературного клуба «Стихотворный Бегемот», чтобы узнать, какое место литература и стихи занимают его жизни. Ко мне сейчас все время предстает какой-то стихотворный бегемот. А раньше, то и дело, приходил какой-то стихотворный крокодил. Именно эти строки и стихотворения Германа Лукумникова повлияли на выбор названия литературного клуба, который в округе существует уже на протяжении четырех лет – «Стихотворный бегемот». 21 марта. Их профессиональный праздник в том числе. Основываясь на историческом и личном опыте, куратор клуба Николай Мелешкин отметил, что интерес к поэзии никогда не угасал и не угаснет. А ему лично полюбилось это искусство еще со школы. Типа считалось, что литература – это предмет, которым я хорошо учился и так далее. Но некоторые переломы у меня произошли, когда мне было лет 18, когда я увидел такую книжку у отца на полке «Онтология русского верлибра». Я вдруг увидел, что бывает другая поэзия, что бывает верлибр, и что можно вообще писать абсолютно по-другому. Для меня это был такой эстетический шок. Всероссийский день поэзии сегодня празднуют не только поэты и причастные к поэтическому искусству люди, но, конечно, и сотрудники библиотек, для которых любой праздник, связанный с книгой и словом, важен. Например, Алла Карпенко, директора библиотеки имени Сергея Есенина. На протяжении 23 лет она создает уникальные альбомы, в которых собирает информацию о люберецких поэтах и поэтессах. Вы все прекрасно знаете, как Галина Ивановна Толоваева. Вот. И в первом альбоме сразу идет материал по ее книге. Вот здесь мы выложили, отксерили ее стихи. Вот она выступает, видите, какая. Вот. Это 11 ноября 1925 год. И в этом альбоме я еще нашла нашего любимого Ивана Васильевича Рыжикова. Вот он. Ну что это? Это же сказка. Вот такие. Николай Мелешкин и Алла Карпенко. Одни из тех людей, которые пусть по-разному, но главное, сохраняют и развивают поэзию на территории нашего округа. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. 23 марта свой день рождения отмечало слово «ОК». В 1839 году оно впервые появилось на страницах американской газеты. Со временем это выражение стало популярным во многих странах мира, а сейчас «ОК» признано самым распространенным иностранным словом на планете. А насколько часто его в своей речи используют люберчане, и как относятся филологи к употреблению иностранного восклицания, знает Луиза Игезерян. Да, давай, договорились. «Окей». Ну «Окей», всё нормально. Маленькое, но ёмкое слово с большим количеством значений. «Окей» — это и согласие, и одобрение, и подтверждение, а также короткий сигнал. Всё хорошо. Русский язык, он толерантный к другим языкам, он впитывает всё. Что не нужно, он потом выплёвывает, выкидывает. Но слово «Окей» русский язык пока не выкинул. Особенно популярно оно в письменных сообщениях. Часто ли вы употребляете слово «Окей» в своей речи, в письме? Часто. Нет, не часто. В письме ты же любому пишешь. Ну, в смс-ке, да. А в слух? В слух не часто. В слух не часто, да. Да. Почти всё время. Нравится это слово? Ну, коротко и ясно. Ни разу не употребляю. В твоём лексиконе отсутствует у меня. «Окей». Когда я пишу в переписке, и чтобы омолодить своё сообщение, я пишу иногда «Ок». Хотя в устной речи я его сам лично не использую. Или стараюсь использовать. Ну, очень редко. Главное, говорит филолог, знать меру в использовании этого высказывания. Ведь в русском языке порядка 30 синонимов к слову «Окей». Его востребованность можно объяснить удобством и универсальностью. Вам кажется, наверное, «Е», что слово «Окей» немножко как бы слово «паразит», которое заменяет междометие. Да, но люди, для которых это слово «паразит», они не сильно заботятся о развитии своей речи. В целом специалисты не видят ничего плохого в использовании иностранных слов. Напротив, они делают язык богаче и разнообразнее. Мнения жителей по этому поводу также разделились. Мы патриоты, мы можем отказаться от американских слов. Только русская речь. Много заимствованных иностранных слов у нас. Ничего плохого не вижу. Ну, «Окей» – это хорошо. Типа. А так я не знаю. Но иностранные мне не нравятся. В общем, вывод такой. Произносить иностранные слова или нет – личное дело каждого. Главное, чтобы у всех все было «Окей». Свет, я уйду на полдня. Окей, но это я слово говорю только потому, что мы снимаем такой сюжет. Обычно я говорю «хорошо». Луиза Игазарян, Дмитрий Родзянко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Ну и продолжая тему праздников. Ежегодно 21 марта представители иранских и тюркских народов отмечают Навруз. В переводе с персидского он означает «новый день», то есть символизирует наступление весеннего равноденствия. По этому случаю слова поздравления высказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Московской области Али Хазрат Хасанов. Навруз – это древний персидский праздник, который до принятия ислама исповедовали они у себя. И он плавно перетек в исламскую традицию, но под собой не имеет какой-то религиозной основы. Данный праздник распространен среди тюркских народов и персидских народов. К тюркским народам мы можем отнести такие на сегодняшний день национальности, как азербайджанцы, татары, киргизы, узбеки, казахи. То есть все люди, которые общаются на одном языке. К персидским народам мы можем отнести это и таджики, это иранцы современные. В этот день приходящие в гости призывают молиться Всевышнему, воздавать ему хвалу, а также помогать своему ближнему. 21 марта представители иранских и тюркских народов отмечают День весеннего равноденствия, а также Новый год по астрономическому солнечному календарю и начало сельскохозяйственных работ. В этот день принято веселиться, дарить подарки и подавать на стол национальные блюда – плов, долму, а также сладости и другие блюда на усмотрение хозяйки. Кадрли Милет Ташляр, уважаемые единоверцы, уважаемые сограждане, поздравляю вас с этим светлым праздником Навруз-Байрам. Я желаю вам мира, согласия и всех благ. Молюсь Всевышнего, чтобы он даровал в этот светлый праздник семейного благополучия, успехов во всех ваших благих начинаниях. Отметим, что в 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Ну и в завершении выпуска. 20 марта мир отмечал День счастья. Его учредила Генеральная ассамблея ООН с целью поддержать идею о том, что все жители земного шара мечтают о счастье. Но с этим трудно не согласиться. И мы, конечно, захотели узнать мнение Люберчан на этот счет. Свободный микрофон на очереди. Что такое счастье? Это внутреннее состояние души. Особенно, когда все хорошо у родных, у друзей, в стране. Ну, семья, дети. Это когда не очень болеешь. Как объяснить? Когда тебе приятно, когда ты в радости и ничто тебе не мешает. Как что такое счастье? Когда живешь нормально, когда страна нормальна, когда президент хорош. Вот это счастье. Солнце, родные люди рядом. Счастье – это когда у тебя есть возможность что-то делать и двигаться дальше. Меня здоровье. Сделать счастливой. Пенсия нормальная. Ну и все. Еще чего? Чтобы все здоровы были. Вот вам и все счастье. Вы счастливы? Ну, в принципе, да. Не знаю. В смысле, да, наверное. Да, я счастлива. Ну, конечно, счастливая. Все время счастливыми, это только идиоты бывают. Ну, вот сегодня хорошая погода. Это уже счастье. Хорошая оценка в школе. Или, допустим, если меня похвалят. Или, допустим, узнать что-то новое. Поездка на море, наверное. Живу я в отдельной квартире. Хожу в гости к дочери, к своей, к зятю, к внуку. Это моменты твоей жизни. Вот это и счастье. А какие моменты? Ну, вот такое оно счастье, по мнению Люберчан. А мы, в свою очередь, надеемся, что наш опрос сделал вас, дорогие телезрители, хоть немного счастливее, ну или просто поднял настроение. Еще больше новостей ищите на наших страничках в социальных сетях. И не забывайте подписаться, чтобы быть в курсе актуальных событий округа. На этом я, Мария Лапочева, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова